Но если у вас есть интересные новости, то звоните к нам в редакцию. К другим темам. В 15 районах области проходят заключительные этапы конкурса «Библиотека. Территория чтения». Начался этот проект 10 апреля. Его участниками стали более 200 библиотекарей и более 50 семей. Этим конкурсом организаторы хотят привлечь внимание к профессии библиотекаря, а также вернуть чтению литературы некогда утраченную популярность. Подробнее в нашем материале. Славная враговая семья. Свой конкурсный проект Мария Леонтьева презентует в необычном для библиотекаря формате песен. Помогают ей в этом местные фольклорные коллективы и школьники. Пробудить в последних интерес к посещению библиотек – основная задача конкурсантки. Я вообще как работаю, стараюсь все мероприятия проводить и в игровой форме, чтобы всех привлекать. Тем более вот ребятишки, они более-менее игровую форму, они воспринимают легче, чем вот так вот, как мы сегодня провели. Сейчас вот такое время. Согласитесь, что очень сложно собрать сейчас детей, чтобы кто-то захотел учить стихотворение, когда можно сходить на Волгу скупаться, которые рядышком. Поэтому, ну не знаю, вот есть такие методы, вот как-то вот они все равно приходят ко мне в библиотеку, уже сколько мероприятий мы провели, участвуют. Только взял боец трехрядку, сразу видно – гармонист. Потому, с каким наслаждением эта женщина читает стихи, понятно. За 17 лет работы в библиотеке любовь к книгам в ней не угасла. Аналогичные чувства Антонина Решетова хочет пробудить и в жителях села. Поэтому, как только узнала о том, что стартовал конкурс под названием «Библиотека. Территория чтения», сразу решила – примет в нем участие. Библиотекарь, вот как аптека для души, приходит. Вот знаете, даже для себя. Я прихожу, я отдыхаю. Мысли какие-то другие, книги. Я не знаю. И потом каждый выбирает по своей душе. Самое главное, когда на работу идешь с удовольствием. Сейчас сельские библиотеки переживают непростое время. Поэтому очень важно, уверен Николай Панков, уделить библиотечному фонду как можно больше внимания. А также поддержать тех творческих людей, которые, несмотря ни на что, остаются верны своему делу. Во-первых, еще раз привлечь внимание для того, чтобы было более лучшее отношение к профессии библиотекаря. Привлечь внимание к чтению книг, к образованию и воспитанию детей, не только детей, но и людей через книгу, через библиотеку, через умение читать, работать, любить и уважать. Поддержали этот конкурс и активисты общественной организации. Они реализовали проект под названием «Подари книги вторую жизнь», который уже собрал более тысячи изданий разных жанров. И теперь все эти книги будут переданы с сельской библиотеки. Анастасия Куклева, РЕН-ТВ, Саратов.